Великая ПК-банка! Я самый лучший, самый умный. Я таких денег никогда не видела. Я сниму бал, я сниму бал! Это очень умный поступок от Антона Чижова. Я никогда в жизни к нему не приду больше. У меня и так тут уже это... Течет, давай. Мне никогда не было так стыдно. Ну, зачитай, ну пожалуйста. Ну я правда знаю. Ну черт, ну черт, ну черт, ну черт! Ребят, всем привет! Зайди, зайди. Сейчас все игроки ПК-банки, и мы после победы над Рокетами, чтобы вы понимали. Всем хорошей игры и наши общие победы. Кстати, в такой день нельзя делать съемки. Ребят, всем привет, вы на канале ГАЗ. Самый умный второй сезон в самом разгаре. И сегодня у нас Великая ПК-банка. Антон Клинов! Ира Подшибякина. Антон Карп, Апонжи Чужой. Чушь, ну сними очки. Немножко ожидаю. Ну, давай, не говори, пожалуйста. Ну ты, честно, в очках выглядишь очень классно, но Ира оделась так, как одеваются милпы. Ой. Я, наоборот, хотела быть школьницей, ну ладно. Участники оригинальной передачи «Самый умный». Ребят, ну помимо прекрасного звания, самого умного, вы сражаетесь не просто так. И наш партнер, конечно, это цель. А наш партнер, это прежде всего надежность и честность. А кто партнер? Ну, конечно же, Мел Бет. Поэтому вопрос на честность. Кто из вас просил ответы перед этим выпуском? За эту честность наш партнер, конечно же, дарует вам бонусы. В размере пяти тысяч рублей для Иры. Спасибо. Ну, призналась, да? Призналась. Честность, надежность. Я не стесняюсь просто. А есть один игрок, который отказался от этого. Антон Клинов получает десять тысяч от нашего партнера. Так я же отказалась. Браво. А ты отказалась? Конечно. По пять тысяч. Все правильно. По пять тысяч. А ты скажи, ты просил? Да. Ну, признайся. Просил. Просил? Да. Стыдно немножко? Нет. У нас честная передача. У нас честная передача. Ладно, всем по пять тысяч, потому что честные. Ну, а для вас в закрепленном комментарии ссылочка на мой телеграм-канал. Переходите, подписывайтесь и узнаете обо всех акциях и также бонусах именно для вас. Ребята, дорогие, первый раунд – это разминка. Будет вопрос с четырьмя вариантами ответов. У вас есть прекрасные карточки. Я прошу вас, когда вы знаете правильный ответ, а может быть и неправильный, поднять их синхронно. Всего лишь пять вопросов – это для того, чтобы выявить, кто из вас будет во втором раунде выбирать первую категорию. Время игры, время большой игры. Самый умный ФК-банка. А нам тут будет выводиться? Первый вопрос. О, нифига. Про кого сериал «Пацаны» в оригинале The Boys? Про гопников, про супергероев, про наркоторговцев или про мафию начала 90-х? Вообще не знаю. Не знаю? Готовы поднимать? Цифру. Пожалуйста. А мы как, насчет 3? Да. Что ты показал? 2. Цифра 2. Ира Пашибякина 4. И… 3. Антон Кринов. Ой, Антон Кринов. Антон Карпов. Цифра 3. Верно ответил Клён и получает 1 балл. Поздравляю. Спасибо. Неискренне. Двигаемся дальше. Второй вопрос. В какой стране находится парк развлечений Порт-Авентура? Ой, я знаю. Испания, США, Франция или Китай? Если вы готовы, прошу поднять табличку. Ну какой, какой ты молодец, Антон. Правильно ответил, как и все. Готовы? Третий вопрос. Какое из этих блюд не названо в честь королевской персоны? Пицца Маргарита, шарлотка, салат Цезарь или Анна Павлова? Блин, где подвох? На, пиздец. Прошу поднять таблички. А что за блюдо Анна Павлова это что-то? Поднимайте, пожалуйста. Ну ладно. Пусть будет, блядь. Ну давай. Ну я думаю. Да плохо. Не дай бог Анна Павлова, блядь. Да, это великий десерт, это Анна Павлова. Антон Клинов. Я передумываю, блядь. Ответил правильно. Честно на шару. А ты ответил? Сука, ну я только думал, блядь. Поздравляю. Спасибо. Опять низкий. После трех вопросов, Антон Клинов. Три из трех, три балла. У Иры и у Антона. По одному. По одному. А на что тебе влияет? Кто будет первый выбирать категорию? А сколько всего вопросиков? Еще два. Ты уже... Ты уже в целом, да. Если отвечаешь, уже точно первый. Окей. Ну честно. Сколько глаз у пчелы? Пять. Два. Шесть. Восемь. Сколько глаз у пчелы? Пчела. А можно паузу, пожалуйста? Я сколько полосок бы спросил еще у него, блядь. На голове, блядь. Я не могу ее вспомнить. Правда? А можешь на пальцах показать? Нет. Время отвечать? Ну пожалуйста. Да я не знаю. Ира, Ира. Ну время отвечать. Это же разминка. Не переживайте. Вообще нет. Отвечаем? Отвечаем. Блин, пожалуйста, только... Поднимайте карточки. Ира. Я не... Чушь. А ты что показал? Да чушь! Нет, у него она сверху была, если что. То есть вы все считаете, что у пчелы два глаза? Мы считаем, что пчела нормальная. Пчела нормальная. А ты сколько сказал? Пять, мне кажется. И пять это правильный ответ. Я не ту карточку поднял, я же пять ответил. Не, ну честно, я сказал же пять. Следующий вопрос. Не засчитаешь мне? Не, я же сказал пять. Нет. Надо карточку поднять. Следующий вопрос. В каком банке вы можете получать бонусы спасибо? Ну... А можно было с этого начинать? Сбербанк, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк. Это спонсор нашей игры сегодняшней тоже? Нет. Я же тебе сказал уже два раза. Бонусы надо получать, перейдя в мой телеграм-канал. Там все написано. Хорошо. Закрепленный комментарий? Так и сделаю. Отвечаем. Сбербанк? Да. Да. Подними карточку. Три же там, да? Да. Ты как отвечаешь? Посмотри. Ой. Да ладно, все поняли. А вот так... Ну ладно. Я понял. Все справились задания. Блин, тяжело было слушать. Ну что ж, Антон Клинов будет отвечать первым, точнее выбирать категорию Ира и... У нас сам умный. Чушь. Давай на суэфа. Не, им надо дополнительный вопрос, мне кажется. Давай дополнительный вопрос. Просите? Не, давай на суэфа. Ну типа это на фарт. Хорошо, давайте. Давай. Первый ножницы еще. Через раз? Ну давай. Ну что? Раз. Не, ножницы. Давай сразу. Не, не, ножницы. Ну давай сразу. Ну какая разница? Давай. Раз, два. Давай. Да не думай. Не думай, смотри в глаза. Раз, два, три. Ира, ты третья. Ребята, во втором раунде у нас 9 категорий. Литература, география, медиафутбол, кадры, банки, мультики, футбол, автомобили, игры и женские штучки. Угу. Антон Клинов, так как выиграл разминку, имеет право выбирать первым. Блин, как будто бы Клен, у тебя тут много вариантов. Да не знаю. Вот я боюсь кадры банки, мне кажется, там что-то сложно будет. Как зовут там полсостава, я не отвечу, понимаешь? Не, можешь кадры банки? Не, давай футбол, начнем с простого. Вот. Я тогда медиафутбол. А вот я не знаю, что проще, футбол или медиафутбол. А ты уже сказал сегодня. Не, я понимаю. Футбол. Я напоминаю. Футбол интересно, по крайней мере. У тебя всего лишь одна минута, а мы будем подсказывать. Сложно до медиафутбол выбирать, мне кажется. Да. Готов? Мы тебе будем подсказывать. Да. Спасибо, ребят, я вам тоже буду подсказывать. А за подсказки штраф? За подсказки минус балл. Кому? У нас серьезная передача. Тебе и всем. У нас же не виктория, но мы играем. Ладно, все, давай поехали, поехали. Ладно, подожди, давай пожестче. Скажи, я здесь ведущий, давайте закройте рты и мы начинаем. Да, я же вам еще деньги не заплатил. Поэтому, мои правила, мои rules. Я думал, мы к другу бесплатно приезжаем, он еще нас заманивает деньгами. Респект. Респект, всегда приятно приехать, получить. Наши друзья MLB. Немножко. Антон, минута. Давай, давай, попробуем. Какой футболист поет песню Холанду, чтобы он его боялся? Виктор Царь. Холанду? Холанду. Холанду? А, Кукуреле. Правильно. С каким счетом «Зенит» обыграл Матчестер Юнайтед в финале Суперкубка Уэфа? Ёптвою мать. 2-0? 2-1. 2-1. Под каким номером играет Александр Головин в Монако? Ммм, 17-й. Нет, 10-й. Хотел 10-й. Какой трофей вручают чемпиону Германии? В плане трофей. Ну, как он выглядит? Тарелка. Правильно, серебряная салатница, считаю. Назовите последнего победителя Лиги Наций. Лиги Наций. Испания. Правильно. Название домашнего стадиона Манчестер Сити? А, блядь. Этихат? Правильно. Какой клуб выиграл больше всего раз в серию А? Серию А? Да, итальянскую. Ювентус? Правильно. Реально? И с какой страны футболист Аканджи? Швейцария. Правильно. Сколько московских команд? Последний вопрос. В российском премьер-лиге сезона 24-25. Сколько московских? Да. Динамо. Спартак. ЦСКА. Локомотив. Как будто все. Четыре. Правильно. Достойно, мне кажется. Атон. Ну нормально. Клинов ответил на семь. Ну нормально, нормально. И получается семь баллов. Блин, когда ты успеваешься? Давай его просто поздравим с победой и пойдем. Давай, да. Пива, да? Эй. Эй. Ты как же семь не так много, не? Ладно, давай шанс хотя бы, ну какой-то. Пусть будет. У тебя медиа-футбол будет еще, если ты было выберешь. Чушь? Да. Ну что выбираешь? Семь медиа-футбол. А ты как вообще в медиа-футболе разбираешься? Ну, блять, стараюсь двигаться что-то. Сейчас узнаем. Сколько литров пива выпила ФК банка после победы на Дрокет Тим? На Дрокет Тим? Эээ, сейчас три. 47. Правильно. Ладно. Минута. Поехали. За какой клуб играет Кирилл Дубников? Кто? Кирилл Дубников? Эээ, Лотус. Правильно. К какому клубу проиграли Брокбойс в Кубке России? В кубке России? В каком кубе Рогбойс проиграли в кубке России? С кем они играли? Я не смотрел. Кимик Дзержинский. Автор победного гола в Суперкубке Лиги? Суперкубке Лиги? Это что такое? В арабских эмиратах проходил. Кто забил победный гол? А кто играл вообще? Родина Броуки, по-моему. А, Алишер. Антон Гоги. Сколько команд принимают участие в кубке надежды? В кубке надежды... 8? 7. Под каким номером играет Прокоп в родине медиа? Неизвестно, если я знаком просто. Правильно. В каком городе базируется команда Синдикат? Как? В каком городе базируется команда Синдикат? Синдикат? Да. Беларусь? Екатеринбург. Какой город, а не страна? Какой игрок забил самый красивый гол? МФЛ 5. Правильно. Какой фирмы мяч используется в МФЛ? Последний вопрос. Джоггель. Правильно. 4 балла. Как 4 больше? А как? А как мне 4? Я больше ответил. Правда? Честно? Честно. На 5 примерно? Ну, это так. Точно? Давай проверим. Давай. Лотус ответил. Знаки вопросов. Знаки вопросов. Знаки вопросов. Знаки вопросов. Алишер и жоги. Все правильно. 4. 5. А ты почему не тебе ответы дал на вопросы? Скажи. Потому что честность. Я спросил. За честность. Ты за это получил 5000 рублей. Блин, я не играю. Ты мне ничего ответы дал. Там не было этих вопросов. У нас честное шоу. Смотри, что он сделал. Зачем я написал? Это вообще ужас. Это вообще не друг мой. Так я с ним еду в такси, он все что-то смотрит. Я к нему никогда в жизни не пойду. А что такое? Я в начале шоу сказал то, что искренность, честность, надежность. Я никогда в жизни к нему не приду больше. Это вообще ужас. Конечно, у него любимые друзья MLB, но нельзя так поступать. Ты же за это деньги получил. Ну ладно. Тогда че? Че? Может женские штучки? Хотя пусть пацаны отвечают, да? Ну нет, давай. Блин, я могу просто. Честно, я очень туплю и я не запоминаю почти ничего, но попробую мультики. Ну просто. Че попробуешь? Просто. Я мультики попробую. Ты, кстати, дебютируешь. На нашем шоу ребята уже участвовали в первом сезоне. Надеюсь, у меня нормальный дебют будет. Ладно, давай. Минута, поехали. Кем является Стич из мультика Лила и Стич? Ну, в смысле, вот это животное непонятно, вот это с этими. Ну, пришелец, например, засчитываем. Ну, как не засчитывать? Сколько детей в семье Барбоскина? Ой, это не знаю, ну пусть трое. Пять. Про какое животное мультфильм Спирит? Про коня. Правильно, про лошади. Ну, лошади. Самый известный селезень-миллиардер. Чего? Он в деньгах купается, селезень. Ну, селезень, селезень это кто? А, большая. А, скорейший Макдак. Да, Макдак. Правильно. Как зовут жену Ильи Муромца из франшизы «Три богатыря». Илья Муромец. Ой, так. Жена у него кто? Про кофе. Не помню. Не помню. Да, да. Аленушка, не засчитывай. В каком мультике вам встретятся Папус, Нолик, Симка и Мася? Чего? Дети. Можешь пропускать? Да, пропускаю. Фиксики. Последний вопрос, успеваем. Ну, этот сильно будет. Честно. Я вот могу его задать. На ком женился осел и Шрека? А, на драконе. И все, последний точно успеваю задать. Каким животным считал себя Мамонт Эли в ледниковом периоде? Мамонт Эли. Чего? Ты, ты, отдыхай. Так, ну там саблезубый был. Да, Диего. Да, а че? А кем он считался? Мамонт Эли. Ну, это девочка. Она там с такими двумя ходила, когда в третьей части они встретились. Ир. Блин, ну не помню, правда. А по суммам. Четыре балла! Чужая, у тебя тоже? Да. А, ну тогда хорошо. А у Кленовцева 7. Да он пиздец. Клен! Да. Ну давай, выбирай категорию. Можешь женские штучки взять? Побраться. Ну, слушай, наверное, кому-то оставлю. Ну, да, да, да. Я возьму. Давай, давай игры. Игры. Выбирает Клен. Надеюсь, это что-то легкое. Минута, поехали. Как называется детская игра, где участники с завязанными глазами ловят друг друга? Серьезно? Спрятки. Ой. Ну я все ответил. Ответил, ответил. Тихо. Молчи. Нет, я забыл. Молчи. Какая игра в переводе на русский язык означает оборона древних? Дота. Правильно. Сколько карт одной масти в классической игре дурака? Сколько карт одной масти в классической игре? Где 36, да? 36 разделили на 4, это 9. Правильно. Из какой игры персонаж Скорпион? Mortal Kombat. Правильно. В каком году вышла игра CS GO? Блять, охуеть. Ну давай. Можешь пускать, если. 2014. 2012. Сколько бочонков принимают участие в игре лото? Бочонков? Да, бочонков. 99? 90. Блять. В каком городе происходит действие игры GTA 5? Майами. Лос-Андекс. Что должен сделать игрок Вуно, когда выкладывает последнюю карту? Сказать Вуно. Правильно. Это был последний вопрос. Блять, ты не предупредил, я бы ускорился. Блять, я бы там отвечал бы. Блять, я бы там отвечал бы. Я бы там отвечал бы. Клён. 4. 4 балла. Блин, ну на самом деле нет. Отсумит твой любимый номер. 11. Так, ну что у меня осталось? Литература, география, кадры банки и женские штучки. Географию, наверное, надо попробовать. Очевидно, кадры банки. В столице Испании. Кадры банки. Хорошая категория, кстати. Тебе надо будет провести ассоциацию. Будут всплывать картинки. Сможешь? Ну постараюсь. А ты видишь отсюда? Да. Или поближе станешь? Поехали. Что это? Ну пропускай. Если не знаешь что это. Это банка. Давай, дай. Снюс это. Принглс. Правильно. Дальше, дальше. Орео что это? Нет. Газпром банка. Господи. Мельц. Ну и че? Реал Мадрид блять. Что за команда? Реал Мадрид. Реал Мадрид правильно. Балтика. Браво. Сгущенка. Дальше. Лареон Конад. Дальше, дальше. Милан. Дальше. Блять. Ёбта. Это так почта. Дальше. Да. правильно и ёпта рагу с говядиной дальше браво браво антон чужой я самый лучший самый умный 7 правильных ответов 11 и догоняет кленчика ира может быть женские штучки может быть не будем портить чтобы не думали что я сильно начало игры только действительно потом где запоминать цифры это я вообще просто минус ну давай давай женские штучки же я пойду по своей теме сейчас но наконец-то может быть оставишь наоборот ребятам то есть ты думаешь что автомобилей я сильно или география все женские штучки да ну то давай десяточку сможешь ну смотри какие вопросы поехали что такое шугаринг шугаринг это эпиляция для него вот правильно с помощью сахара где расположены комки дешев а вот где-то вот тут все засчитываю правильно что такое челси у девушек а это ботинки такие сапоги и ботинки правильно кто такой сиркан балад господи это турецкие актеры сериала брали что выпускают под брендом либресс прокладки правильно что такое келли и биркин сумки какой фирмы эрмес правильно абсолютно верно молодежка идем дальше что девушки делают минцеллярной водой умывание кельцо правильно что такое липосакция удаление жира правильно на какую часть тела девушки надевают анклэд к что на какую часть тела девушки надевают анклэд они не знают что это такое но на фарт участие на грудь пусть вот здесь последний вопрос я успеваю задать ира ты можешь ответить на день ты представляешь я его задаю кто исполняет песню царица асти 9 правильных ответов дает ира под шибякина никогда не было так стыдно почему но блин типа каждая девушка почти ответит на эти вопросы но вы даже мне стыдно что турецкий сериал ну вы знали ира ты вырываешься в лидер 13 баллов у тебя но ребята рядом у них по 11 подожди там еще моя тема будет ну такая так что шансы осталось всего лишь три категории автомобиль географии литературы да да что знаешь лучше дай географию попробую я думаю это ничего хорошего но хотя бы интересно будет подвещать но если не знаешь пропускай я понимаю так и будет ну и пытайся пытайся наугад конечно поехали какая река протекает в городе новосибирск лена или лена нет на каком материке находится панама южная америка северная америка из какого города хоккейный клуб авангард омск правильно молодец в какой стране находится город брага чехия ой брага брага бельгия бельгия не не брага брага футбольный клуб быстрее брага все португалия какой океан омывает камчатку нет тихий назовите столицу испании мадрид правильно столицы какого государства является душанбе я знал точно на каком континенте обитает кабибара он типа на одном континенте только обитает ну да реально ну если это не зоопарки какие-то африка южная америка 2 балла нет вообще сумме 13 но ты догоняешь иру под шибякину брагом с прага я перебуду да да чушь да ну слава богу литературы не играть об этом автомобиле автомобили она тоже не знаю автомобиль на то минуту поехали ты катаешься назовите марку первого в мире автомобиля конвейерного производства конвейерного ну пусть будет какая-то тачка называется конвейерного производства мне кажется ты не знаешь слово конвейерного да нет я помню типа на для всех хорошие да на шару чем скажи про или пропустить форт форт я так и думал ты в фильме давай на сколько вопросов при сдаче экзаменов гаи нужно ответить правильно чтобы сдать теорию 36 на 18 на логотипе какой марки авто изображен лев лев да он так лапкнет нарисуйте нарисуйте вот так вот 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 именно как я показываю вижу как называется чемпионат мира по кольцевым автогонкам по кольцевым автогонкам а почему ты вопрос всегда перечитываешь просто я пьяный отстань я не понимаю нет химическая формула а формула один молодец один балл зарабатывать ладно дадим да да я просто на первом форт я знал сука обидно какое транспортное средство едет к нам по полям по полям в известной детской песне трактор да какой сегодня пришел на эту прекрасную передачу ответ на верный 2 балла зачитываем чужому потому что него тяги ну форт сложен был да я не знал я просто уважаемые участники представляете у всех по 13 баллов ну какая интрига мира на бед остается категория литература мы кстати часто в своих социальных сетях видим что ты с книгой и на выезд калугу ты ездила с книгой и визиты с книгой да я сразу хочу передать привет своей учительницы литературы ольга дмитриевна классно что ты еле-еле вспомнил ее отчество нет я помню нет помню что у нее черные короткие волосы минута кто написал роман три мушкетера все пока ответ давай дальше сразу александр дюма жизнь в какой стране описывается в книге шантарам индия правильно как звали обломова вася илья ильич героиней какого произведения является татьяна ларина пас евгений онегин он написал сказку снежная королева ганс кристиан андерсон абсолютно верно в каком произведении вам встретиться полиграф шариков собачье сердце да молодец улица правильно продолжите название сказки сказка мертвой царевне и сми а я из нет мертвые царевны и а чего там гномов и семи богатырях а богатырях я правильно говорила какой зарубежный писатель написал произведение фауст нет я не помню так что давай пас йоты это был последний вопрос и правильных ответа но я честно блин мне стыдно мне стыдно мне стыдно такую классику не знать тебе не может быть стыдно ведь ты лидер сегодняшней игры у тебя 16 баллов а вот у чужая и клёна по 13 все очень рядом интересная игра интересная игра и время переходить финальному раунду ребят ну что ж время третьего раунда где у каждого из вас есть ваша специальная категория у антона кленова это кубок фиферов 2024 года у чужого это амкал в кубке россии и вам понравится моя тема ира подшебякина выбрала то что мы с вами делаем практически каждую неделю кто-то каждый день секс большом городе сериал естественно естественно смотрим я веду смотрим дослушайте ведущего прикольно я хочу вам напомнить то что если вы отвечаете на ячейку своего цвета на свой вопрос получаете два балла если на ячейку соперника целых 4 еще общий вопрос ценой 1 балл клен твои ячейки синего цвета хотя должны быть у чужим по его состоянию но учу же красные ира у тебя желтые ячейки общего вопроса серебристого цвета блин час все понятно я не умею запоминать но надо постараться все я показываю вы запоминаете кому-то возможно кто отстает надо запомнить ячейку соперника поехали не быстро клен пожалуйста ты бы хоть это предупредил ну давай пять ячейка синего цвета я даже не представляю что это будет я вообще не запоминал я тоже вот так он один балл все равно ну хорошо извините я просто ведущий мне ваши темы все равно они нужны ну я не знаю клен да кубок фиферов 24 года на котором мы не выиграли с тобой 10 секунд один вопрос поехали за какую сборную играл дмитрий ликс на кубке фиферов наверное что-то у него сильно было ты вдохнул на меня бразилия по идее он будет топ-1 наверное по команде был точнее время кончилось я засчитываю ответ бразилия и он правильный у клена становится 15 баллов чушь как состояние в целом плохое а что такое чуть спать хочется я понял выбирай категорию точнее выбирай ячейку 6 ячейка красного цвета 6 она красного твоего цвета это амкал в кубке россии готов нет ну поехали сколько игроков амкала получали красные карточки в кубка в игре кубка россии сейчас я думаю сколько игроков амкала получали красные карточки в играх кубка 3 я кириков и маричев наверное арсений левшук не получал красный когда в прошлом году вторая желтая не было а кириков удалялся вообще не помню а нет кириков не удалялся в том то и дело потому что ответил 3 ты ответил 3 но ты вместо кирикова удалялся арсений левшук поэтому ответ 3 правильно с кириков на рпс просто я ездил и поэтому думал что он удалялся а у меня просто он просто на чушь 15 валов какой я гений спасибо кирикову что он есть ира ну поджимают ребятки может быть сразу оторваться и взять ячейку соперника нет ячейка номер 2 ячейка номер 2 это общий вопрос про секс в большом городе твою тему не переживай ячейка желтого цвета я и тут могу ну ладно давай какая актриса исполнила роль кэри брэдшоу в сериале кэри брэдшоу как я сама же подожди я забыла ее ребята вам сейчас вам просто несказанно повезло надо отвечать сейчас я вообще нет у меня все 10 секунд ира ира отвечай пожалуйста это типа главная актриса ой главная героиня ира я озвучиваю правильный ответ и это сара чессика паркер ну черт ну черт ну черт ну черт как я ир но зато ты все равно еще лидер а 16 у парней 15 дала фору как говорится но не было очень хорошо такую актрису даже я знаю но я бы все равно не ответил поэтому выбирай ячейку 10 10 ячейка синего цвета это кубок фиперов который кубок фифарей да готов нет с каким счетом сибскана обыграл кефира в полуфинале ёп твою мать может там были либо 3-1 либо 3-2 3-1 правильный ответ 3-1 15 баллов ты набираешь и вырываешься лидеры антон может быть секс в большом городе есть но не стоит ну бля надо стратегию чтобы выиграть в турнире этом надо стратегия давайте одиннадцать 11. Это Амкал в Кубке России, ячейка красного цвета. Готов? Да. Сколько главных тренеров было у Амкала в Кубке России? Назовите всех. Миллер, потом Панов и Иваныч. Иваныч был. И Миллер, Панов, Иваныч, и еще у нас был... Отвечай, цифру. Цифру говори. Сколько тренеров? 4. Лучший. 4. Это правильный ответ. Ну кого ты забыл? Ну с вертолета, парень приехал. Конечно, 4. Это правильный ответ, но я не знаю. Не надо засчитывать. Не, не засчитываем? Не, я бы сказал 4. Я вспомнил бы. Ты не назвал всех? Нет. Ты спросил потом сколько? Условия было? Назовите всех. Ты не сказал сколько? Я бы додумал, я бы вспомнил тренера. Чего, Амкал не вспомнил, нет. Я бы вспомнил точно. Я сказал назовите всех. Я зачитал вопрос. Я зачитал вопрос. Ты меня потом спросил, скажи цифру. Послушай. Я тебе ответил. Сколько главных тренеров было у Амкала в Кубке России? Я сказал 4. Ну, Бабин, Иваныч, Миллер. Панов. 4. Ну, я все зачитаю. Ну, пожалуйста. Ну, я правда знаю. Давай засчитаем. Да, засчитаем. Да, засчитаем. 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 Хорошо продавились. 17 баллов набирает Антон Чужов. Чужов. Да, правильно. 17 баллов. Ты набираешь? Я прекрасен. Ира. Ну, надо догонять, а вообще можно выйти вперед. Ты ячейки помнишь свои? Да, ячейки помню. Но я что-то в своих ячейках сомневаюсь. Давай, ну, циферка 7. 7. Да. Спорим, ответишь? После того, как я не ответила самое главное. Ну, давай, давай, давай. Да. Ты ответишь. Давай. Я уверен. Спасибо. Ты также на пенальти верил в меня. Готовы? Да. Назовите имена главных героинь сериала. Саманта Кэрри... Господи. Саманта Кэрри... Да. Это уже не смешно. Да не волнуйся. Миранда и Шарлотта. Ира. Правильно. Правильно Ира ответила. Абсолютно верно. Всех вспомнила и заработала. Кто мне сказал, успокойся? Блин, вот реально помогло. Еще бы. Ира. Опять вырываешься вперед. 18 баллов у тебя. Клён, ну что мы будем делать? А у нас это последние? Нет, еще два круга. А, еще два круга. Еще есть общие. Может быть надо рискнуть и ответить. Амкал в Куке России. О-о-о. А я не видел, блин. Ну ничего страшного. А хочешь я тебе скажу, а ты мое ответишь? Давай я тебе скажу свою цифру, а я знаю твою. Давай. Не надо, нет, ну. А вы что, ты записал? Нет. Какой ты милый был? Блядь, ну что записали. Да, да, я на всех ручки забирал. Ты реально, сука тупой 13. Блин, я забыл цифру, дай посмотреть. Блин, каждый выпуск у всех ручки забираю. Блин, я даже не подумал то, что можно было записать. Это же вообще грамотно. Ира, ты не записала? Нет. Честно. Молодец. Я увидела, такая думаю, может тоже так сделать. Однако не, ладно, я запомнила. Ты не говорил, что нельзя. Я запомнил, ты встал. Я косякнул, я косякнул, а ты выбрал с этой ситуацией. Согласен. Но ты запомнил цифры? Это очень умный поступок от Антона Чужого. Да. Ну реально. У нас есть ручка и бумага, можно было записать. Блин, почему я так не делал? Ну давай ячейку пикай. Ну давай восемь. Восемь. Кубок фиперов, синяя ячейка. Готов? Да, да, да. Вопрос такой, не самый легкий. Сколько побед одержал Руслан Пименов у руля сборной Аргентины? Ёп твою мать. А он просто с тобой сидел рядом и типа это вот он считается, что победил в чем-то? Ну, главный тренер был в команде. Либо два, либо три, мне кажется. Два. Правильный ответ. Два. Мне просто повезло во всех матчах. Ой, во всех ответах. Девятнадцать. Набирает клен. Чушь. Дай твой листочек. Естественно лучше дай. Вам четыре. Оставалось? Да. Четыре, значит. Четыре это красная ячейка. Амкал в Кубке России. Готов? Да. С каким счетом закончился первый тайм матча Амкал Коломна? Ну нет, напиши. Это какой хотя бы ты мне скажи, какой ты из этих? Это то, что было. Пожалуйста, я сниму балл, я сниму балл. Кареглаза спокойно. Коломна. Четыре секунды. Четыре секунды. Четыре секунды. Первый тайм. Первый тайм. Матч. Амкал Коломна. Какой счет? Отвечай. Не могу тянуть. Блин, Коломна, я не помню, когда играли. Да это в этом году было. Тупой 13. Ну я не помню. Первый матч, по-моему, да? Угу. Да первый матч, да. Первый тайм. Все, отвечай. Один-ноль. Пять-ноль. А, это то, что на Спартаке было? Да. Блядь. Я как-то это хотел спросить, блядь. Ну пиздец. Расстроился? Ну потому что ты мне не дал, да. Ну ладно, давай зазово. Давай. С каким счетом закончился второй тайм матча Амкал Коломна? Сейчас скажу, девять... Да по-фиг, 9-0. Нет. 3-1. Второй тайм. 3-1. Блядь, ты какой урод, а. Я дал шанс. Да, да. 9-1, да? Мы сыграли, по-моему. 8. Чушь, у тебя остается 17 баллов. Ира, свою будешь пикать? Да. Пожалуйста. Если это моя. Один. Что один? Один. Ну, если я правильно цифру разглядела. Один, один. Исейка желтого цвета. Господи, у меня и так тут уже течет. Давай, ну. Готова? Тогда время отвечать. Какой знаменитый политик снялся в эпизоде сериала? Я сейчас могу перепутать. Блин. Я могу реально перепутать. Я точно знаю, что Трамп где-то снимался, но вот это был он или нет? Надо отвечать. Ну, тогда Трамп. Это правильный цифр. Ира. Ты переделал сериал? 20 баллов у тебя. 20 баллов. Я хочу сказать, что перед последними вопросами их всего три и они все общие. Клен, 19 баллов. Чушь. К сожалению, ты уже не можешь выиграть. Да и пошел ты. 17 баллов. Ира, у тебя 20 баллов. Я больше не приеду. Если сейчас Клен не отвечает, Ира станет самой умной. И получит шанс участвовать в гранд-финале второго сезона, где победа дарует целых 300 тысяч рублей. А, серьезно? Да, у тебя глаза... Вы подсняли туда? Я таких денег никогда не видела. Так что, пожалуйста. А сколько рекорд вообще по баллам за игру? 33. Яна Ромашкина. Солидно. Не, Яна вообще, на самом деле, если ты посмотришь вдруг, ты вообще молодец. Я не ожидала. Типа, очень много. Выбирай. Остались цифры 3, 9, 12. Это общие вопросы. Ценой 1 балл. Тебе надо сравняться с Ирой. Давай 9. 9. 10 секунд. Кто является действующим президентом Соединенных Штатов Америки? Байден. Это правильный ответ. И у тебя становится 20 баллов. Интрига живет. Интрига живет. Чушь. Ну, просто так, чтобы остался вопрос. Может, посложнее, может, проще. 3. 3 или 12? 3. А у тебя сколько? Что сколько? 17 у меня баллов. Правильно. Давай 3. Какой газ является самым легким? Газ? Какой газ является самым легким? Газ в 2016 году. Газ. Кислород. Реальный ответ водород. Водород. Давай еще раз. Давай еще раз. Да не, ладно. Как пишется слово газ? Я же думал водород называется. Да не, ну тяжело. Чушь, у тебя остается 17 баллов. Это достойный результат. Лучше, чем у тебя в прошлом сезоне. Ты прогрессируешь, мой друг. А сколько в прошлом сезоне было? Блин, хотел же водород ответить. Ира. Угу. Ну тебе расклад примерно понятен, да? Нет. На всякий случай. У вас по 20 баллов. Последний вопрос. По 12 ячейке серебряного цвета. Угу. Если ты ответишь правильно, то ты выиграешь. Угу. Готова? Угу. 10 секунд. Как часто повторяются года животных по восточному календарю? Блин. 12. Что 12? 12 раз. 12 раз. 12 повторяется вот так вот. Ну типа, ты же про год свиньи. Я ответил вопрос еще раз. Подождите. Давай, давай. Здесь. Вопрос на игру. Как часто повторяются года животных по восточному календарю? Каждые 12? Ну, лет. Лет. Правильно. Ира! Подшибякина становится самой умной! А, ну, вот. Можно просто честно? Ну, я правда объективно. Просто я бы хотела, чтобы Клён дальше прошел. Ну, я с вами не знаю. Место сразу даю, потому что честно, он, он просто умней. Это, это без, ну. Я ведущий этого шоу, я вынужден отказать. Ты становишься самый умный. Мы тебя поздравляем. Ну, спасибо. Давай похлопаем. Самая умная в Покабанке. Ребята, дорогие. Клён, ну правда. Ребята, дорогие, я хочу поблагодарить вас, что вы пришли. Ты сейчас не участвовал, поняла, как это. В следующий раз возьмешь тему полегче и где-то все помнишь. Как нам сегодня было сложно сюда приехать. Самое сложное – это было сюда доехать. Вам большое спасибо. Низкий поклон. Поэтому каждого призываю подписаться. На всех Типеграм-каналы будут указаны в описании. А вы поставьте лайк, напишите комментарий. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.